С другой стороны, уже девятнадцатый год заканчивается, а что-то как-то пока что у них ноги не в тазике. Ну, а зачем? Ты понимаешь, вот европейцы лучше всех, вот как это не парадоксально, лучше всех ситуацию выразил гоблин Пучков. Вот я вот видел у него ролик, где он объясняет взаимоотношения западной элиты и нашей бывшей советской партноменклатуры. Вот он это, вот просто, блин, вот человек потрясающе талантлив, реально потрясающе талантлив. Это настолько яркий, простой образ, и он понятен всем. То есть, вот он как сказал, западная элита это такие махоровые, синие с ног до головы от татуировок зэки, которые сидят за большим столом и играют в карты. И вот к этим вот серьезным конкретным пацанам подходит лох Вася, это вот эти вот наши, блин, советские, блин, дерьмократы, и говорит, а я тоже хочу сыграть. Я тоже хочу сыграть. Вот если лох Вася в какой-то момент времени выигрывает, это не значит, что ему повезло. Это значит, что ставки растут. Именно так. Это означает только одно, что игра в любом случае закончится тем, что лох Вася проиграет и свою жизнь, и свою очко. Проблема только в том, что играл лох Вася на наши деньги, понимаешь, не на свои, на наши. Ну да. И разбираться с лохом, Вася, придется нам. Вот этим вот западным ребятам, им вообще пофиг. Они создали сейчас ситуацию, когда, как бы вот это сформулировать, дурака достаточно напугать. И дурак сам, блин, сам понимаешь, вот сам сделает все для того, чтобы ухудшить ситуацию. То есть вот они просто опубликовали вот эти кремлевские списки, и мгновенно началось. Да? Мгновенно началось. То есть сразу пошли вот эти вот процессы. Принимается пенсионная реформа, что мгновенно дискредитирует власть, партию власти, вот эти вот все, вот эти вот, вот всю устоявшуюся, как бы вот эту вот, блин, вот на чем мы прожили последние 20 лет. Царь хороший, бояре плохие. Да, то есть вот эта устоявшаяся была схема. Она всех устраивала, она гарантировала стабильность в обществе. Да. Самое, самое страшное, что есть еще люди, которые до сих пор вот верят. Ну, дураки всегда были, всегда будут, и всегда будут конченые дураки, которые вот верят и пошли. Но прикол в том, то, что вот с 18-го года вот эти процессы, они пошли. И, при том, они пошли очень просто. Вот эта вот система власти, которая была монолитная, да, она разделилась на две группы. Соответственно, одна группа, это ближайшее окружение Путина, которые были вот как раз вот в этих вот, в открытых списках, да, то есть вот эти вот 210 фамилий. Такой тонкий троллинг со стороны Косдепа. Статья 210 УК РФ, это организованное преступное сообщество. Вот. Вот они вцепились во власть. То есть вот они, блин, ведут себя, как... Как мальчишки-бальчишки. Нам бы день продержаться до ночи простоять, понимаешь? Это реально забавно наблюдать, но они реально вот себя сейчас так ведут. То есть любыми способами удержаться от власти. Вот пока они в власти, они живы. То есть это гарантия их личной безопасности. И они вцепились во власть. И, соответственно, вторая группа, да, то есть это люди, которые вот сейчас раскачивают саму ситуацию. То есть вот они вытаскивают на поверхность те факты, которые раньше просто скрывались. Вот эти вот высказывания чиновников, вот этот горящий лезвие, вот эти глупости, которые делают чиновники, вот эти вот воровство, вот эти вот мусора, блин, с квартирами, набитыми деньгами, фейсбэшники, блин, с квартирами, набитыми деньгами. Этого что, раньше не было? Было. Этого просто никто не вытаскивал на общий фон. Сейчас вот это вот все постепенно, как бы, обстановка нагнетается, накаляется, и закончится тем, что одни крысы сожжут других. Поэтому, Миш, то, что ты говоришь, невозможно предсказать, что будет, вот я тебе говорю, что будет. Значит, это единственная возможность сценария развития событий. Другого сценария нет. Ну, это, как бы, все понятно. Как бы, часть элиты съест другую элиту. Вопрос прогнозировать, вот, на банальном житейском уровне, что ждет обычного россияния. Только ухудшение. В ближайшие годы только ухудшение. Ты понимаешь, пока они сейчас раскачивают ситуацию, они будут делать все, чтобы людям становилось, вот, простым людям становилось все хуже и хуже и хуже. Ну, это понятно. Но хуже, там, гражданская война будет, или, там, ну, передел собственности, как в 90-е, вот, по-конкретнее. Ну, во-первых, гражданской войны никто не допустит. Это раз. Во-вторых, ну, по крайней мере, ближайшие годы никто не допустит. Понимаешь, вот эти вот либералы воюют с либералами не для того, чтобы потерять кормушку. Нет. Они с ними воюют для того, чтобы сохранить кормушку. Поэтому, естественно, им не нужна ни гражданская война, ни какие-то серьезные беспорядки. Нет, им это ничего не нужно. Им нужно задавить вот эту вот, скажем так, группу власти, которые официально объявлены крысами. Да, то есть, вот их западными хозяевами, они объявлены крысами. Их надо задавить. И они, блин, искренне верят в то, что вот они задавят, там, Путина и компанию. Вот вместо них поставят кого-то своего. Не важно, кого там, Навального там или еще кого-то. Это абсолютно не важно. Понимаешь, мы живем в стране, где можно святого поставить президентом. И на выходе мы получим точно такого же Путина. Ничего не изменится. Ну, тут я, не знаю, тут я, наверное, не соглашусь, потому что мне лично кажется, что тот же Навальный, вот эти все старые либералы, ну, это люди, которые, ну, они не хотят занять место Путина. Они его обслугами, они на него работают. То есть, они создают... Сегодня ты обслуга, завтра ты можешь занять место хозяину, потому что другие хозяева решили его убрать. Разве это плохо? Это идеальный вариант. Ну, в принципе, да, Путин тоже был обслугой Собчака, как-то. Путин был обслугой Собчака, он был обслугой первого секретаря обкома Ленинграда, дяди-патриарха. Поэтому здесь не надо говорить о том, что вот он обслуга, он не может занять место президента. Еще раз тебе говорю, у нас в стране место президента ничего не решает. И личность президента ничего не решает. Ты можешь святого выдернуть из монастыря, посадить в кресло президента, и через три дня это будет Путин. Миш, ё-моё, ну, ты просто вот задай себе вопрос. Кто управляет страной, которая не производит собственной еды, не производит собственной одежды, не производит собственных медикаментов? Кто управляет этой страной? Люди в Москве какие-то. Точно не в Москве. Ну а кто там? Тот, кто контролирует поставки еды, одежды, медикаментов. Ты не понимаешь просто, да? Вот ты просто представь, да? У нас сейчас, вот вся пищевая промышленность, она привязана к импортным комплектующим. У нас нет ничего своего. У нас нет своей одежды. У нас нет своих медикаментов. Вся фармацевтия, да? То есть, вот вся фармацевтическая промышленность, она работает на импортных комплектующих. Ты перекрываешь поставки еды, ты перекрываешь поставки одежды, перекрываешь поставки медикаментов. Да. У тебя через месяц страна будет на ушах. Да тут, понимаешь, все равно еще проще. У нас нет своей платежной системы. Америкосы могут свифт отключить. Ну, это неважно. Наличку никто пока не отменял. Понимаешь, что на наличку можно перестроиться за считанные дни. А вот собственную еду ты не сможешь производить, если у тебя ничего нет. Субтитры сделал DimaTorzok